Зеленский выступил против строительства Северного потока-2. Зеленский выступил против строительства Северного потока-2.23.15. Nord Stream 2. Владимир Постнов. Газопровода Nord Stream 2 на территории России. Nord Stream 2. Владимир Постнов. Москва, 4 июня. РИА Новости. Противодействие строительству газопровода Северный поток-2 крайне важно для Киева, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Такое заявление глава государства сделал на брифинге с президентом Польши Анджием Дудой после их встречи в Брюсселе. Прямая трансляция велась на канале Ньюзен В. Ютюб. 18 мая, 8 часов. Украина готовится зимой потерять русский транзит. Кроме того, он назвал одним из важных направлений взаимодействия с европейскими странами сохранение стратегической роли украинской газотранспортной системы. Северный поток-2. В рамках проекта предусматривается прокладка двух ниток газопровода по Балтийскому морю от российского побережья до Германии. Газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании, которая пока не дала разрешения на строительство. В Европе Северный поток-2 поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Сторонники реализации проекта заинтересованы в надежных бесперебойных поставках газа. 14 мая, 8 часов. У Украины остался последний шанс спасти свою трубу и деньги против. Выступают Польша, Латвия, Литва, а также Украина, не желающая терять доходы от транзита российского газа на континент. США препятствуют Северному потоку-2, поскольку планируют поставлять в Европу свой жиженный природный газ. Маршрут газопровода в Дании первую заявку на получение разрешения на строительство от Дании Nord Stream 2 AG подал еще 2017 году. Она предполагает, что Северный поток-2 пройдет к югу от острова Барнхольм в территориальных водах Дании. Однако с 1 января 2018 года Дания приняла поправки к закону о континентальном шельфе, по которым для строительства инфраструктуры в территориальных водах нужны рекомендации МИДа страны, которые так и не были получены. 17 мая, 18.27. Разборчивая невеста. Дания изучает под лупой маршруты Северного потока-2. Дания все не может определиться, по какому маршруту должен идти в Европу новый газопровод из России. И первый не хорош, и второй не подходит, а третий. Посмотрим, достаточно ли он экологичный. Но, похоже, дело не в маршрутах. В августе 2018 года Nord Stream 2 AG подала вторую заявку на альтернативный маршрут газопровода, проходящий к северо-западу от острова Барнхольм. Этот маршрут на 36 километров длиннее основного и его протяженность составляет 175 километров. Однако, он проходит уже не в территориальных водах Дании, а в исключительной экономической зоне страны, а потому не требует рекомендаций МИД энергетическому агентству. При этом 28 марта Nord Stream 2 сообщила, что Дания предложила компании провести экологическую оценку еще одного альтернативного маршрута северного потока 2 к югу от острова Барнхольм, но не в территориальных водах страны, а в исключительной экономической зоне. Это также не требует участия МИДа, однако проработка маршрута может занять дополнительное время. Компания сообщила, что тщательно изучит запрос агентства. 23 мая 2017, 17-21 Северный поток 2 Проект Северный поток 2 предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта в инфографике.